67 первичных баллов, первичный балл по части B34, по части C23. Итогово, тестовый балл 96. Молодец! 96! Молодец! Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня в новом видеоролике на проекте Amazon Online я решил проверить, что знают игроки о ЕГЭ. Потому что ЕГЭ сдают абсолютно все школьники России, которые хотят доучиться до 11 класса, сдать и идти в институт. И по сути это насущная тема для всех, кто сейчас готовится после новогодних праздников к нему. Таких, я уверен, много на моем канале. И сегодня я бы хотел вместе с игроками Amazon Online проверить их смекалку, проверить их подготовленность к ЕГЭ. И даже если они не готовились, то примитивные задачи, я думаю, они смогли бы решить. Мы будем решать профильное ЕГЭ по математике, первую часть. Вместе с моими комментариями я попробую это ощутить в своей шкуре спустя 3 года после окончания школы. Попробую что-нибудь решить, попробую что-нибудь объяснить. Потому что я пробники давно не решал, давно не смотрел, но при этом сдавал профильную математику. Сдал я ее на 76 баллов, но это было уже как-никак давно. Я всем желаю приятного просмотра. Не забывайте регистрироваться по промокоду LEVONTI на проекте AMAZING ONLINE. На пятом уровне это даст вам 100 тысяч рублей. На десятом уровне X2. Угадайте, сколько это математика. Этого хватит, чтобы купить квартиру, машину и наслаждаться игрой. Выполняю различные ивенты, квесты, новогодний ивент тот же самый. Всем желаю приятного просмотра. Запасайтесь вкусняшками и на всякий случай тетрадками и ручками, чтобы записывать мои гениальные идеи. Короче, я посмотрел пробники по ЕГЭ, по математике на 23-й год и понял то, что ЕГЭ очень сильно видоизменили. И его без подготовки практически вообще невозможно стало решать. В этом может есть какой-то интерес. Я попробую пару заданий предложить игрокам решить. Именно пару выборочных, которых я тоже смогу решить. Но, наверное, за основу мы добавим еще и ЕГЭ по русскому языку, потому что русский язык должны точно все знать. Как-никак игроки Amazon Online уж точно. И мы попробуем миксануть. Сделаем, наверное, два или три задания из математики и заданий, наверное, пять из русского языка. И из этого получится какой-никакой контент. Давайте пробовать. Короче, я по дефолту, наверное, буду смотреть демонстрационные версии ЕГЭ на сайте МАФ ЕГЭ. Сдам я вот это, которое раньше было популярным. Не знаю, насколько сейчас оно популярным. Но тут вроде все задания собраны, которые должны были быть. Ну вот мне на самом деле нравится задание типа первого. Подобрать определительное местоимение. Как вариант, тут можно еще рассмотреть это задание с ударениями. С ударениями уж точно. Форма слова, исключив лишнее слово, вот это задание мы точно возьмем. Ну и, наверное, вставить буквы мы тоже два или три задания возьмем, попробуем их решить. Вот те самые сайты, которые уже, надеюсь, всем приелись. Вот тут ЕГЭ по-русскому, вот тут ЕГЭ, соответственно, по математике. Все, я захожу на сервер, буду пытать самих игроков, посмотрим, что из этого получится. Если ты готовишься к ЕГЭ, то не втыкая, как я. Готовься основательней, а лучше на проекте Amazon Online. Здорово, пацаны. Ребят, всем привет. Здорово, Ваня. Ваня. О, дядь Лёва, ты что ли? Ваня, все вот, а ты можешь мне помочь ЕГЭ решить? Я готовлюсь. Да я тоже готовлюсь ЕГЭ. Ты профматематику сдаешь? Не, я математику балду. Ээээ, мне надо уравнение решить попробовать, я не могу решить уравнение. Мне тяжело, я втыкаю, пацаны. Кто в математике шарит? Ребят, мне надо уравнение решить срочек. В чем проблема? Помогите. С инфа, фотоматч я юзал, нет? То есть, я закончил. Да какой фотоматч, пацаны? На ЕГЭ не будет фотоматча. Ну, сейчас-то есть. Не, ну, сейчас-то есть, понятно. А как я на ЕГЭ буду с фотоматчем сидеть? Это же вообще ГГЭ. Нет, ты понял. Ты сейчас откроешь фотоматч, там, подробно все действия разберешь. Сам поймешь, как он решается, и все. И дальше сам будешь пробовать решать его. Логично же. Блин, а с русским языком можете хотя бы помочь? Ну, с русским языком там надо ударение правильно поставить, я не шарю, пацаны. Какое слово? А я не знаю тут какое слово. Тут надо, понял, тут задание есть, тут много слов, типа, и надо ударение найти, где неправильно поставлено. Можешь помочь? Да, конечно. Ну, слушай. Попробую хотя бы. Ну, слушай, тут смотри, как бы задание, оно вроде простое, да? А вроде бы и сложное, я сам пока, ну, до конца не понимаю. Все, технические шоколадки прошли, я сфоткал, что тут надо. Тут, короче, есть слова, понял? Тут написано, укажите вариантов ответа, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Тут есть пять слов. Давай их, наверное, это, ну, напишу тебе. Давай. Вот сейчас на листке бумаги напишу. Да, давай. Надо, короче, из этих слов выбрать то, где правильно стоит ударение, я просто не понимаю. А, еще раз задание, можно? Ну, надо, короче, понял, указать варианты ответа, в которых выделена буква... Ударный гласный звук? Ну, туфля, я думаю, верно стоит. Туфля не факт. Туфля, что-то жесткое такое? Туфля не подходит. Кстати, вот правильно будет туфля. Туфля все-таки? Да, ударение в туфли на У, это точно, это я помню. А вот по поводу этого... Нет, туфли правильно, Ту на У. То есть, первое мы точно берем, да? Да, туфля подходит. Ага, туфля, значит. Так, дальше там есть... Можешь... Так, а теперь можешь, пожалуйста, дальше еще какие-нибудь слова еще раз написать? Насточка, я просто там что-то стерлась. Плохо вид нас. А снег идет, все-таки нам накает немножко нос. Вот такие вот слова остались. Если туфлю мы убираем, то вот еще такие слова остаются. Вот так. Поняв, думаете? Корысть, корысть, корысть. Тоже подходит. Объективно. То есть, корысть будет правильно, да? Да, то есть, на У ударение там стоит. А, корысть. То есть, туфля, корысть, это правильно, да? В корысть, да, там ударение на второй слог у нас стоит. Слушай, ну, я думаю, больше двух вариантов уже не будет, да? Согласен. Я там пять, немножко, конечно, три, но... И вот по поводу ДО нельзя. Ну, давай проверим, давай проверим туфли и корысть, да? Один на четыре. Сейчас проверим. Так, проверяем, короче. Мне кажется, что-то тут неверное. Два и четыре. Поняв и корысть. Не, братан, с туфлей не угадали. С туфлей не угадали? А почему? Ну, туфля, туфля на У. Ну? Ну, а там, типа, задание, а надо, короче, вариант ответов, в которых верно выделена буква. Так я бы же сказал туфли на У, говорю, пока не застой, подожди. Подожди. Ну, типа, верно выделенная буква, понял? Верно выделенная корысть точно будет, и до нельзя. Ну, короче, два и четыре. Давай, короче, другое задание попробуем, потому что с этим что-то не пошло вообще. Ты что, тупой? Ладно, короче, опустим этот момент, понятно все. Ну, с инфайл замутился, окончил. Дефолт, дефолт. Да? Да, давай дальше. Короче, отредактировать предложение надо, исправив лептическую ошибку. Не помню, но я... Исключив лишнее слово, понял? Где? Донус Макдак? Так, да. Я диктую, да, предложение? Короче, посев семян хвойных пород необходимо проводить в очень оптимальные сроки, когда почва влажная. И температура ее верхних слоев достигает 6-8 градусов для кедра и 8-10 градусов для елики. Нужно лексическую ошибку и лишнее слово исключить, да? Ну, типа, исправить ошибку лексическую, исключив лишнее слово. Короче, надо слово лишнее убрать. Но я тут что думаю? Я тут вообще ничего не думаю. Так, я думаю, знаешь что? Я думаю, очень. Очень? Потому что, как правило, очень для растений нет. Есть, как правило, понял, либо подходящие, либо аналогичные слова подтипы. Я не понял. Слушай, мне тоже кажется, что очень лишнее, типа. Вот, я думаю, очень, да. Типа, оптимальные сроки, ну, типа, хватает. Допустим, да, вот, оптимальные, либо подходящие это будет. Ну, давай, давай, сейчас проверю, давай, сейчас проверю. Давай. Так, 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 так. Да, очень. Да, дружище, ты абсолютно прав. Очень это лишнее слово. Я считаю, нам надо последнее задание с тобой решить и, наверное, на этом заканчивать. Да, давай последнее. Я думаю, мне три балла хватит, типа, по русскому языку, мне больше не надо. Мне тоже. Ладно, давай, поехали. Короче, седьмое задание. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. Так, стой. А, еще раз. Я еще не буду исправить. Короче, в одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Надо исправить ошибку и записать слово правильно. Тут, короче, пять вариантов, типа, этих фраз. Так, давай. Тут есть урожай помидоров, ближайшая станция, у наших ворот, нет полтораста рублей и детские доктора. Детские, блядь, чёс. Мне кажется, тут полтораста чё-то, они никак не складываются. Последний как? Детские доктора. Полураста, да. Полураста, да? Давай проверим. Я тоже думаю, что полтораста, давайте проверим. Да, полутораста будет правильно. Да, полутораста будет правильно. Мы с тобой справились, дружище, давайте руку пожму. Я считаю успешным. Один в один люди. Отлично, отлично, с кайфом. Всё, спасибо большое за помощь. Всего счастлива. Удачи. Короче, я скажу честно, что я не ожидал исхода таких событий, потому что зачастую встречаются, конечно, неадекваты, которых надо мутить, но мы с одним человеком смогли справиться с некоторыми заданиями, которые предстояли нам в ЕГЭ по русскому языку. Мы смогли сделать четвёртое задание, исправив ударение. Смогли сделать шестое задание, убрав лишнее слово, и седьмое задание, значит, с этими помидорами, там, полутораста рублей и так далее. Я считаю, это вполне неплохо, потому что в любом случае сама суть ролика и концепция была заточена не под то, чтобы кто-то решал целый вариант ЕГЭ, потому что таких реально мало людей. И, учитывая то, что есть различия формы обучений, возможно, человек из другой страны и так далее, возможно, человек вообще не в 11 классе, ему тяжело это всё делать. Но, естественно, люди приходят сюда не за обучением, а всё-таки больше за кайфом. И если вы, так сказать, трайхардили, трайворкили некоторое количество времени или абсолютно целый, ну, я не знаю, там, зимние каникулы и хотите отдохнуть на остатки деньков, да, отдыха, соответственно, то заходите на Амазинг Онлайн по моему промокоду Левонти, который у вас сейчас на экране. На пятом уровне он вам даст 100 тысяч рублей, на десятом уровне 200 тысяч рублей, соответственно. Всем спасибо за просмотр, всем удачного дня и пока-пока. Ну, вот такой вот ролик и получился, дорогие друзья. Если вам понравилось, вы можете смело подписаться на канал, поставить лайк, не забывайте вводить промокод Левонти на проекте Амазинг Онлайн. С вами был я, автор канала Отличник Лев, Лев. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok